Приветствую вас. Для начала я бы хотел сказать, что понимаю ваши чувства, понимаю ваши переживания, понимаю то, что вы испытываете, что вам, как женщине, крайне болезненно, болезненно эта ситуация, значит, при которой мужчина, образно говоря, может увидеть вас в таком состоянии, да, крайне непривлекательно, по вашему мнению. Я понимаю, с одной стороны, вас. Но вместе с тем, с другой стороны, мне кажется, что прежде чем встречаться с мужчиной, вам желательно принять своё положение, принять свою позицию, принять своё текущее физическое состояние, вот, потому что оно может вам, в принципе, помешать, оно может, в принципе, вам помешать адекватно общаться с человеком, мужчиной, вот, принять ваше состояние, принять то, что с вами произошло, возможно, как-то до конца адаптироваться к тому, что с вами случилось, вот, возможно, как-то или чем-то обогатить свою жизнь, вот, как-то или чем-то обогатить своё существование, да, чтобы, ну, условно говоря, чтобы вы могли чувствовать себя в полной мере, в полной мере полноценной, чтобы вы могли чувствовать себя в полной мере настолько, насколько это возможно, равной мужчине, вот. Это очень важно, это очень важно для того, чтобы, чтобы, ну, вы чувствовали себя комфортно, хорошо и комфортно, вот. И, соответственно, вот уже после этого, после этого уже встречаться с человеком, вот. После этого уже взаимодействовать, значит, с, ну, с мужчиной, вот. Только после этого. То есть не до, ни в коем случае не до, потому что до вы можете, ну, всё испортить, вот. То есть очерёдность ситуации, именно очерёдность ситуации, она мне видится примерно вот такой. Сперва вы принимаете свою позицию и себя до конца и полностью, несмотря на весь какой-то вот драматизм ситуации, да, несмотря на то, что с вами произошло, на то, что с вами случилось, вы принимаете эту позицию, вот, с одной стороны. И уже после этого вы взаимодействуете с мужчиной на тех, ну, на всех основаниях и так, как вам того хочется, как вы сами, ну, считаете верным и правильным. Вот. Такая вот история. Я также думаю, что вы не вправе оспаривать выбор человека на он, то есть если он хочет вас увидеть, зная всё про вас, то он может и должен это сделать. Вы, если стыдитесь своего состояния, да, если вы стыдитесь своего текущего положения, то это исключительно ваши проблемы, исключительно ваш конфликт и молодой человек ваш здесь абсолютно и полностью ни при чём. Вот. Поэтому очень важно этот момент учитывать, разграничивать его, то есть чтобы не было, чтобы не было такого, что, значит, ну, мужчина хочет одного, например, вы хотите другого, например. А вот. Чтобы не было таких историй. Поэтому, вот. Такой момент. Это и есть здравая мысль Наталья, но вам, конечно, нужна психотерапия для того, чтобы... принять то, что с вами произошло. Да. Вот. И... Уже как-то, я думаю, адаптироваться. Вот. Я думаю, что ещё весь потенциал восстановления вами не использован. Я думаю, что он будет лучшим в дальнейшем всё равно. Но, тем не менее. Вот. Такая история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Удачи! 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 Удачи!